Матчи китайской лиги по League of Legends были отменены на неопределённый срок из-за смертельного вируса, который бушил в заголовках. Это очень серьёзная и очень сумасшедшая история, так что приступим. Коронавирус остановил китайскую профессиональную лигу по League of Legends. Для начала киберспортивной части этой новости. Вторая неделя игры LPL были перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса, который захватил некоторые части Китая, и мы позже расскажем об этом поподробнее. LPL уже ушли на перерыв в связи с китайским Новым Годом, но когда начали расходиться новости о вирусе, и сам вирус начал распространяться, LPL решили принести второй тур игр для того, чтобы обезопасить здоровье игроков и фанатов. Также LDL, это китайская версия Лиги Развития, решили тоже принести игры. На вопрос о возобновлении игр мы решили связаться с Riot Games и получили следующий комментарий. Наша команда в Китае активно там работает с правительством, и мы продолжим следить за ситуацией на ежедневной основе. Есть ещё несколько бесплативных турниров, которые уже пострадали или могут это сделать из-за реакции правительства Китай на коронавирус. Во-первых, это стали финалы Азиатско-Тихоокеанского региона по CSGO в рамках войск в Макао, который был отменён в прошлую среду. Турнир должен был проходить с 16 по 18 февраля, и войск ещё должны анонсировать, будут они переносить локацию данного турнира или нет. Также в Китае находятся три команды профессиональной лиги по игре Overwatch, Channel Hunters, Shanghai Dragons и Hangzhou Spark. Он ещё забыл сказать про Guangzhou Chash, у которой, кстати, тоже игры запланированы в феврале. Они уже запланировали в этом году принимать игры в Китае. У каких-то команд уже намечаются матчи в феврале. Ни сами команды, ни компания Blizzard ещё не комментируют ситуацию, и вообще будут ли они переносить игры или отменить их полностью. Итак, что такое коронавирус? Вирус, о котором мы сейчас слышим, на самом деле определённый штамм коронавируса, с которым мы не встречались до этого. Многие боятся, что ситуация гораздо хуже, чем на самом деле говорит правительство. Гаконги, например, где до сих пор помнят огромные потери от вируса Торс. Если вы слышали о вирусе Торс, то это ещё один новый штамм коронавируса, с которым мы тоже не встречались до тех пор, пока он не начал распространяться в начале нулевых. И если вы о нём не слышали или были малышами, чтобы помнить об этом, этот вирус распространился за пределами Азии в начале 2000-х годов, и который убил 774 человек. В основном Китай и Гонконге. Торс – это ещё одна вещь, о которой мы попозже поговорим. В любом случае, коронавирус находится у животных, и считается, что этот штамм впервые возник на рынке морепродуктов в городе Ухань, который считается шестым по величине городом в Китае. Рынок был закрыт 1 января, после того, как 8 декабря нашли первые симптомы. Однако некоторые исследования китайских учёных показывают, что 13 из 41 случаев найденного коронавируса могли иметь происхождение не на самом рынке. Так что ещё вопрос происхождения остаётся открытым. Всемирная организация здравоохранения получила первую информацию от китайского правительства 31 декабря, когда они рассказали о вспышках, произошедших в Ухане. Несколько недель спустя было подвижено 600 случаев заражения и 18 смертей. 23 января китайские власти расширили зону карантина из Уханя в Гуандон и Мэйчжоу. В этих трёх городах проживает больше 20 миллионов людей. Это больше, чем всё население Голландии. То, что вы видите, повторяется по всей стране. Люди боятся выходить из своих домов, и они беспокоены, что правительство принимает слишком агрессивные меры, чтобы, наоборот, усилить распространение вируса. В зоне карантина людям нельзя поезд с общественным транспортом, город почти весь закрыт, супермаркеты почти избавились от всей своей продукции, и людей просят остаться дома и избегать публичных мест. На момент записи видео было подвижено почти 3000 случаев заражения и 8 летальных исходов из дати вируса, начиная с 2019 года. Эти цифры цитирует Нью-Йорк Таймс. Мы также узнали, что вирус может сопоставить от человека к человеку, а не только от животного к человеку, что привело к таким вещам, как карантин и, конечно же, переносы игр о пио, так как они проходят в публичных местах. Мы уже говорили о карантине в Ухане, город, который больше, чем Нью-Йорк, но китайское правительство отменило все региональные поездки на автобусах. Они отменили туры по Китаю, и правительство Гонконга ввело чрезвычайное положение и закрыло школу минимум на три недели. Здесь все становится серьезней. Правительство США также начало сканировать людей, которые прилетают из Ухани в Штаты. Также правительство работает над тем, чтобы вывезти американцев из Ухани. Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем сканировать пассажиров, прилетающих из Ухани в США. В трех аэропортах, где прилетает большинство этих пассажиров. Данные аэропорты это Джефф Кей, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Один из англоязычных комментаторов LPL Munch написал в Твиттере, что на большинство англоязычных комментаторов покидают Китай. Мы валим отсюда. Да, мы отправляемся обратно к себе. Так, ты куда улетаешь? Ты улетаешь в Великобританию, Австралию и ирландские парни. Ирландские парни тоже отправляются домой. Безопасность, главная причина ситуации. На данный момент у нас нет никаких симптомов, так что об этом можно не беспокоиться. Также климат не самый плохой, а это хороший сигнал. Вещь такая, что мы не уезжаем навсегда отсюда. Мы вернемся сюда через определенное время, просто так сложились обстоятельства. Реакция на этот штамм коронавируса похожа на Торс. Как я и поговорил до этого, этот вирус под семейство коронавируса, который распространился по всей Азии и миру в начале нулевых. На данный момент исследователи нашли, что происхождение вируса шло из банных комнат китайской провинции Юннань. Но в конце концов это было очень редкое заболевание и было подвижено его распространение в 2003 году, после того, как было сделано оповещение первой вспышки. Самое крупное место вспышки вируса Торс за пределами Китая было Торонто, откуда я родил. Я помню, как люди были очень беспокоены во время вспышки данного вируса. Сейчас мы в похожей ситуации. Паника по всему миру и люди активно помогают другим, из-за чего ЛПЛ была вовлечена в данную ситуацию. Например, бывший профессиональный игрок и тренер команды EDG Клерлаф родом из Ухани. И выясняется, благодаря переводу, что он стримит прямиком оттуда. И ко всему этому междугородние автобусы не работают из-за карантина. И, естественно, могут возникнуть проблемы у игроков ЛПЛ, чтобы приехать в штаб-квартиру своих команд, когда все опять возобновится. Это все в новинку, говорит заместитель директора Китайской национальной комиссии здравоохранения Ли Бин. Наши знания ограничены, и эпидемия не под контролем. Мы не смогли найти подтверждение того, есть ли еще игроки ЛПЛ в зоне карантина, или как-то от этого они пострадали. Мы просто надеемся, что у всех все хорошо. Перевел и озвучил Дэн. Всем спасибо большое за просмотр, надеюсь вам понравился данный ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, также писать комментарии, и репосты тоже приветствуются. Всем удачи и всем пока.